В Чувашию приехали учиться из шести регионов Приволжья. Накануне заезда Кадет, Приволжский корпус имени Героя Советского Союза Кочтова посетил глава республики. Там сейчас строится ледовый центр и завершается подготовка спортивного ядра. Пока на улице устанавливают бордюры, внутри выравнивают грунт, чтобы начать укладывать 27 километров труб. Они будут работать в системе холодильного оборудования. Ледовый центр возвели на месте оврага, поэтому землю пришлось тщательно готовить. Много, наоборот, завозили. Около 12 тысяч лет завезли. Тон, да. Тон? Да. Грунта, корежного песка. Мы еще подтягивали, что это были, его будем сейчас снимать. Мы уже начали вертикальную планировку. На следующей неделе начинаем прибивать уже основание дороги под бетон. По проекту запланированы крытая ледовая арена и трибуны на 300 зрителей. Раздевалки для хоккеистов с душевыми и сушильными помещениями. Тренажерный зал с видом на лес. Заниматься здесь будут любительские хоккейные команды «Чебоксар». В расписании тренировки матчиного «Чебоксарского сокола», детской команды по слэдж-хоккею и массовое катание. На базе центра планируют проводить республиканские соревнования между школьными хоккейными командами. Поэтому потребуется обширная парковка. А по 50 машин? Тогда, если там не будет хватать, соответственно, но вот автобусы, говорит, у США, школьники будут приезжать, какие-то мероприятия. Но здесь место есть, я не знаю, под что предусмотрено было. Тогда надо отдельную парковку, отдельно здесь надо спланировать. Оттуда вот с въездом, вот где машины стоят, допустим, и здесь хотя бы на 20-30 автомашин получится. Где-то какие-то кустарники можно сходить. А задачи вы у вас не найдете, комплексные, вы должны подходить. Это спортивный объект. Открыть спортивное сооружение планируют весной будущего года. А вот сроки окончания работ на спортивном ядре при кадетском корпусе немного сдвинулись из-за плохой погоды. Искусственный газон и крошку укладывали в первый день сентября. Надо следить, чтобы слой нормально был. Особенно если крошки никаких, клеив крошкой и укладываешь полноматиком, все. Спортивные условия для кадет, которые уже добиваются успехов. Этим летом воспитанники корпуса стали победителями первой смены юно-армейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1». Сложно было преодолевать всякие трудности вместе с командой. Футбол, волейбол, метание гранаты, эстафета. Все это нам давалось очень легко. Со всей командой, защищавшей честь республики на Приволжских соревнованиях, официальные лица встретились за круглым столом. Вот эти созданные условия вы должны использовать максимально для себя, для самореализации. Пока вы кадеты, в этом вообще образовательном учреждении, а дальше там судьба поведет вас и высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Родину ведь кто-то должен защищать. И воздушное пространство, и водное пространство, и границы надо охранять. Сейчас ребята готовятся к очередным соревнованиям. Этой осенью Чувашский кадетский корпус примет спартакиаду ПФО. Состязания кадет-приволжья начнутся в десятых числах октября. Ирина Волкова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.